Александр Малыгин приехал поправить здоровье целебными силами воздуха и минеральных вод Алтая из Восточного Казахстана уже не в первый раз. Говорит, дополнительный сбор стал неожиданностью, но не проблемой. Лишние пять минут на оформление платежа сбор оплачивается отдельно и несколько купюр потратил без особого сожаления. Я считаю, по уровню обслуживания этого курорта, это нормальная сумма. В течение 10 дней 300 рублей, это не слишком много с каждого человека. Гости санатория, с которыми мы пообщались, в основном сходятся во мнении. Курортный сбор по кошельку не бьет. За курс лечения обычно в 10 дней выходит 300 рублей. На фоне стоимости путевки в среднем 40 тысяч с человека за 10 дней, размер дополнительного расхода весьма скромен. Но ряд сотрудников санаториев отмечает, несмотря на широкое освещение темы в СМИ, для многих приезжих курортный сбор стал сюрпризом. Сколько раз я отдыхала в разных местах, такого нет. Сумма вроде бы как бы небольшая, но тем не менее. Я в силе оплатить, как бы это самое. Ну, вот допустим, пенсионерам, я думаю, инвалидам. Вот я вообще являюсь инвалидом. Ну, я думаю, какие-то льготы должны быть. Оказалось, профсоюзная организация, отправившая женщину на отдых, о курортном сборе ее не предупредила. А между тем, льготы по ее оплате все-таки предусмотрены законом. Вот список категорий граждан, которые освобождены полностью от уплаты курортного сбора. Это и участники Великой Отечественной, инвалиды 1-2 групп. Всего 19 пунктов. Сейчас оплата сбора исключительно наличными, что удобно не всем отдыхающим. Расчет по карте, пояснили представители руководства местного санатория, будет введен в ближайшее время, пока на краевом уровне отлаживаются все налоговые и иные механизмы, связанные с безналичным переводом средств. Большинство клиентов к ситуации относятся с пониманием. Тем более, что вырученные за счет сбора средства должны пойти на строительство и содержание объектов общего пользования, таких как скверы, пешеходные зоны, элементы благоустройства и прочее. До сих пор финансовое бремя лежало на самих санаториях. Раньше территория общего пользования курорта, она ремонтировалась, улучшалась за счет средств частных организаций. В том числе, да не в том числе, а основную массу этих работ проводили мы. Мы тратили на поддержание инфраструктуры порядка 6-7 миллионов в год. Глава города Белокуриха Константин Базаров в новшестве видит только плюсы. Дополнительные деньги можно будет направить на другие проекты. Белокуриху 2, 3, геопарк. Закон не позволяет за счет курортного сбора ремонтировать, например, автомобильные дороги. Ну и места общего пользования, серьезная трата расходов. Средства, которые планируют собрать в этом году с более чем 30 мест размещения, санаториев, отелей, пансионатов города впечатляют. Учитывая, что он не с 1 января, а с 1 мая, и учитывая, что первый год предусматривает не 50 рублей, а 30, мы планировали бы порядка 30 миллионов получить в местный бюджет. Соответственно, эта сумма у нас предварительно в бюджете и местном предусмотрена. Список объектов, на которые в первую очередь потратят средства от курортного сбора, еще утверждается. Но уже известно, что туда войдет прибрежная зона, реки Белокурихи, гостевой маршрут, также облагородят въезд в город. Общественное обсуждение этих объектов будет предельно открытым с учетом мнения широкой аудитории. Ожидается, что это произойдет уже летом. Илья Кочетков, Андрей Печоркин. Наши новости.